Немного послушаем теоретически, что это такое. Вообще, как можно было взаимодействовать в себе южип, то нужно сделать небольшой перерыв для того, чтобы все себе поставили вебинар, скачали депозиторий, построили библиотеки, кто закончится с бедными блокер-котейлерами, если в какой-то консорт не работает с блокером. Ссылка на репозиторий, как и на саму презентацию, есть в канале, то есть есть ссылка на репозиторий, да и есть ссылка на презентацию. После маленького перерыва, когда я помогу всем, кто не получился, и подожду, пока все настроятся библиотеки, будет полчаса практически, где мы, по сути, заметим все, что нам в сути в первые полчаса. И потом оставшееся время будет на вопросы. И так, да, если это соблюдение, там я не могу выгонять, он отличается от того, которое я выжил, в самом деле, мы живем, потому что я не делится новичным. Я уже работаю везде почти два года, до этого я работаю в Юнге, который сейчас в Амазон, и в Тебр-котейл-котейл-котейл-котейл-котейл-котейл-котейл-котейл-котейл, и, в принципе, там, по разговору, чем мы занимаемся новичным, мы, на самом деле, делаем три вещи, делаем платформу для декорбинга, потому что я не могу сказать, что она вообще справилась от этого, то есть она лайт нужно попробовать. Если бы не интересно, просто подойдите ко мне. Мы занимаемся еще и всеми сами на платформе, если к нам приходит какая-то компания, и хочет запросить решение о машинопинге, мы делаем это для нее. Мы занимаемся решением о статистических данных. Это приблизительный список материалов, которые покрывают этот декор, это список статей и список данных на GitHub, если вы хотите глубже разобраться в этой теме самостоятельно, это есть еще в репозитории и результаты уже продуктивированы. Итак, давайте начнем с тобой вообще. В сервисах, когда мы заимплеметили какое-то решение, добились хорошей точности, и у нас есть готовая модель, неважно, для Computer Vision, либо для NLP, либо в редких случаях это классический machine learning, нам нужно ее задеплоить в production. И задеплоить причем так, чтобы, во-первых, она работала, и работала не очень дорого. Например, в ринге был use case, когда нужно задеплоить на миллионы пользователей модель, и если это будет какая-то тяжелая деплёрдинг модель, которая классифицирует видео, это будет очень-очень дорого. Просто нецелесообразно, поэтому некоторые модели просто не идут в production из-за этого. Вот. Точно так же у нас есть много случаев, когда нужно деплоить на девайс, и тут уже не получится большую модель на него задеплоить. Поэтому, когда вы приходите к тому, что у вас есть уже production, и вы закончили development самой модели, самой machine learning части, у вас кроме метрики как точность, ну, какая-либо у вас на вашем датасейте метрика, там, map или f1 score, у вас еще возникают дополнительные метрики. Ну, как правило, они сводятся к флопсам, flow and point per second, и размеру самой модели. Ну, есть очень отличная статья. Кстати, один из авторов — это топ-один-контрибьютор Paytorcha, где ребята берут все модели, ну, для классификации, потому что это проще всего сделать, и эвалюируют их в терминах гигафлопса, то есть сколько миллиардов float-поинтов операций делает модель за секунду, и сколько она занимает места. Это как бы говорят, что типа да, inception — это классно, разнеты — тоже классно, и там наснеты, но на самом деле, когда это доходит до продакшена, то они не совсем полезны. Вот. И, ну, как я уже сказал, обычно там думают в терминах либо флопсов, то есть сколько модель работает, либо в мегабайтах сколько места она занимает. Как правило, если вы работаете в клауде, то вас интересуют только флопсы, и, в принципе, скорее всего, до гигабайта место жесткого диска у вас найдется, и в оперативной памяти тоже найдется. Если вы же работаете на девайсе, то память тоже для вас concern, потому что, например, вот в ринге на самом-самом слабом девайсе, по-моему, до 150 мегабайт всего, куда нужно поставить операционную систему, прошивку и все остальное. Вот. И на Machine Learning части остается очень мало. То есть туда даже PyTorch не поставишь, который весит 500 мегабайт. Вот. Поэтому там concern не только сколько она ранится, но еще и место, которое она занимает. Я всех удивлю прочитать эту статью. Она очень классная. Здесь, на самом деле, простой график, где это accuracy, которая у нас получается, сколько она операции выполняет, а размер — это то, насколько много параметров в вашей модели. Мы во второй части отрепродюсим кусок этого графика, чтобы вы могли сами попробовать это сделать руками. Там есть довольно много аналитики в плане, как это связано еще с batch size, потому что у вас может быть разные use-кейсы, когда вы обрабатываете в бэкграунде и обрабатываете batch-ами, либо когда вы обрабатываете в real-time, и у вас batch всегда один. Вот. Так. Что-то перестало работать. Сейчас я переключу, извините. Вот. Можешь переключать. Спасибо. На GitHub на самом деле есть очень-очень много toolzoving, которые делают разные бенчмарки, которые по-разному анализируют. И вот здесь, например, вот есть ссылки на все это, что здесь показано. Здесь есть архитектура, сколько параметров у нее, и сколько float operation она делает за секунду. Вот. И, как правило, такое можно построить для object detection моделей, для semantic simulation, для разных, совершенно разных моделей, которые вам нужны. И мы сегодня тоже такое как раз вами сделаем. Можно следующее сказать. Спасибо. Но теперь понятно, что за проблема мы хотим решить. То есть, когда мы выходим в production, у нас есть большая модель, которая имеет хорошую точность, но она может быть либо медленная, либо очень большая. И мы не можем просто это нецелесообразно запихнуть ее там на миллионы пользователей, потому что это просто съест все ваши деньги на инфраструктуру, либо просто не влезет в ваш embedded device. Вот. Поэтому что мы хотим? Мы хотим ее уменьшить. Уменьшить в терминах иногда памяти, в терминах, чаще всего в терминах скорости. Ну, чтобы она быстрее обрабатывала. И тут, как правило, есть несколько решений. Например, pruning — это когда вы просто удаляете лишние нейроны из своей нейронной сети. Регуляризация. Тут, скорее всего, имеется на ней два регуляризации, а в плане вот, когда с помощью регуляризации вы тоже выкидываете лишний слой. Например, как variational dropout, который в статье, по-моему, в 68 раз уменьшили VGG и не потеряли в точности абсолютно. Квантизация — когда вы, по сути, просто на каждое число уменьшаете количество бит, в которое оно помещается. Knowledge distillation — то, о чем мы сегодня поговорим. И conditional computation — это, по сути, ну, если вы работаете с TensorFlow, это то, что он иногда делает, когда оптимизирует графов вычислений. Можно следующий. И сегодня мы поговорим только о Knowledge distillation, и это будет нашим главным объектом исследования. Но, как правило, все эти техники сопряженные, ни одна из них не используется. Вот только вот я использую только pruning и все. Как правило, вы используете несколько из них и комбинированно их используете. Вот. Можно следующий. Спасибо. Итак, вообще, если начать с самого-самого начала, когда появилась Knowledge distillation, первая статья, на которую ссылается и Hinton в своей оригинальной статье про Knowledge distillation и все последующие работы, это статья 16-го года от Корнелла. И они еще даже не использовали там такого термина, как Knowledge distillation. Они просто назывались Model Compression. И у них было такое, если сделать небольшой абстракт, то это будет как бы, как они скомпрессили модель с помощью синтетических данных. Это, на самом деле, очень прикольно. Они везде используют термин синтетические данные, но это не совсем то, что вот мы сейчас понимаем под синтетическими данными. Итак, и начать с проблемы. Они взяли, это был классический email, то есть без нейронок, без какого-либо Computer Vision. Они взяли вот обычные датасеты. Например, первый датасет это датасет взрослых, где всего 14 атрибутов. Там пол, возраст, еще что-то. И нужно было предсказывать, зарабатывает ли человек больше 50 тысяч в год, либо меньше 50 тысяч в год. Скорее всего, вы видели все эти датасеты в каких-то туториалах, там, либо онлайн-курсах. Это сейчас очень популярно. Вот. И тут всего 14 атрибутов, небольшой train size, большой тест, ну, и показан дисбаланс, который у них получается. Итак, что они хотели здесь сделать? На такой проблеме, они сказали, у нас есть классная модель, которая работает очень хорошо и классно обобщилась. Но там есть проблема. Это ансамбль из тысячи деревьев. Ну, например, там, не знаю, тысячи. Они сделали Random Forest, там сделали тысячу estimator. Вот. И оно все работает круто, но, опять же, мы в production не пойдем с тысячей моделями. Вот. Подобный use case, на самом деле... Можно? Нет. Сейчас. Да, извините. Да. Подобный use case, на самом деле, часто встречается на Kaggle, когда, вот, не говорится о нейронках, вы просто настакали модели, сделали ансамбль, и у вас просто там 350 моделей работают. Но в production 350 моделей деплоить ради одной задачи никто не будет. Вот. Они сказали, хорошо, давайте мы попробуем скомпрессить этот огромный ансамбль из тысячи деревьев в какую-то одну простую модель. И как мы это сделаем? Мы это сделаем с помощью синтетических данных. Что они имели в виду? Они имели в виду, что мы соберем неразмеченные данные из интернета, но если нет такой возможности, мы их просто сгенерируем. Сгенерируем, разметим их с помощью нашего ансамбля, который очень-очень точно и классно обобщился. Ну, или мы верим, что он обобщился. И потом натренируемся на этих данных нашу маленькую-маленькую модель, но уже на огромном количестве данных. Скажем, что таким образом мы скомпрессим этот ансамбль в маленькую-маленькую модель. Да, спасибо. Как они генерировали синтетические данные? На самом деле они использовали три метода. Первый – это двухмерный пример, как оно работает. Если у нас есть какое-то реальное распределение данных, давайте просто рандомно из равномерного распределения насемплируем точек и разметим их с помощью ансамбля и попробуем научиться на них. Как будто если вы с нейронками это делаете, вы просто рандомный шум подаете вместо картинок. Второй способ – это все способы, на самом деле, просто оценивают плотность распределения ваших иксов, ваших атрибутов. То есть, по сути, это плотность, которая выдает четырнадцатимерные вектора задачи, где у вас 14 атрибутов. Давайте их заэстимируем на A-Base Estimator, когда мы, по сути, по одной эстимируем и оцениваем плотность распределения. И они предложили еще свой метод – Munch. То есть, по сути, они тоже оценивают плотность, только немного лучше, чем простым байасом, и генерируют много данных, размещают их этим ансамблем, учат на них маленький классификатор – Profit. На самом деле, они показали потом, что Munch работает лучше всего, рандом не работает почти вообще, ну и Naive Estimator где-то посередине. Можно следующий? Спасибо. То есть, я упустил слайд, где они показывают, что Munch намного лучше, чем эти два метода, но в чем здесь смысл? Я не знаю, почему, но они использовали здесь RMSE как метрику, хотя это классификация, но неважно. То есть, чем ниже, тем лучше. И вот наш ансамбль из тысячи деревьев, и наша задистиллированная модель, они еще здесь называли compression model, она не намного на самом деле хуже. На 10 минус 3 хуже, чем ансамбль, что на самом деле не так плохо, потому что она на самом деле в 500 раз меньше. Вот. Это основной поинт статьи, что мы взяли какую-то проблему, натренировали на ней тысячу ансамблей, которые обобщились, тысячу ансамблей из тысячи классификаторов, сделали ансупровайз данные с помощью того, что оценили плотность. Ну, если бы это мы сейчас перевели в тему нейронок, мы бы Ганна тренировали, например, который бы нам насамблировал много-много данных, разметили этих данных нашей большой нейронкой и научились на этих данных. Вот. Вот такая первая статья про то, что называют knowledge distillation, когда, на самом деле еще и так никто не говорил, на которую ссылаются Hinton и все остальные. Нужен следующий слайд. Спасибо. Итак, где появился этот термин изначально? Он появился у Hinton в 15-м году, и он предложил общий фреймворк на основе этой статьи, Model Compression от Корнелло. И общий фреймворк подразумевает следующее, что у нас есть teacher model, это какая-то... Я буду говорить в терминах нейронных сетей, классификаторов, просто чтобы какие-то конкретные примеры приводить. Например, teacher model — это у нас NASNet, которая очень-очень большая, но ранится она просто вечность, тренируется долго, но она очень точная. Вот. И есть student model — это какая-то слабая модель, скажем, это очень-очень обрезанный сквизнет, который вы можете задеплоить на какой-то, ну, мощный девайс, либо вы можете задеплоить это в клауде на CPU. Вот. И как у нас происходит обучение? Вот стандартно, если мы говорим о классификации в нейронных сетях, то у нас есть ground truth — это каким-то называется hard label. По сути, это one-hot encoding. Например, если у вас проблема котов и собак, то это, по сути, будет вектор из нуля и единицы. Да, если это ноль и единица — это будет кот, единица и ноль — это будет собака. Вот. Вы считаете softmax, это называется hard prediction, вы считаете loss function, ну, которая здесь может быть какая-то cross entropy. Если у вас задача регрессия, это будет min square error. Ну, неважно. Вот. Что значит hard prediction? Softmax имеет параметр температуру. По сути, это поделите каждый элемент в формуле softmax на T большое, и это будет softmax температуры. Это гиперпараметр. И, по сути, если вы устремите температуру к бесконечности, то вы получите равномерное распределение. Если вы поставите T равным единице, то вы получите обычный softmax, который чаще всего применяют. Зачем это нужно? Вы просто увеличиваете, увеличивая T, энтропию своего последнего слоя, softmax, для того, чтобы передать больше информации. Так вот, как происходит в этом фреймворке дистилляция знаний? Кроме того, что вы учите классическую схему, вот так учился учитель. У него был softmax температура 1, то есть обычный softmax hard prediction, cross entropy, между one-hot and coding. И все. Мы гоняем backpropagation, как бы все стандартно. Когда у нас происходит knowledge distillation, у нас еще есть этот учитель, который вместе со студентом делают softmax с не единичной температурой, а больше, например, там было от 4 до 20. Это мы называем soft prediction. Мы считаем distillation loss. Это может быть та же cross entropy между этими распределениями. Мы берем сумму, и таким образом мы обучаем series backpropagation только студента. Учитель при этом не учится. Интуиция, почему это работает, следующее. Представьте, что вы учите ту же проблему котовый собак, и у вас есть там, ну, каких-то два примера. Например, для hard label этот вектор будет 0 и 1 для какой-то кошки. А soft label, например, если эта кошка похожа на собаку, то это, скорее всего, будет 0.2 для собаки и 0.8 для кошки. А для кошки, которая не сильно похожа на собаку, это будет там 0.001 для собаки и девятка для кошки. То же самое для цифр не 100. У soft labels вес у тройки и у восьмерки будут немного выше. То есть, как бы кроме того, что, кроме той информации, что это восьмерка, вам еще будет из soft labels приходить от учителя, что эта восьмерка похожа на тройку. То есть, приблизительно такая интуиция, почему это работает и вообще какая за этим идея. Ну и по сути, да, если вы просто энтропию почитаете, то она будет больше у softmax с не единичной температурой. Можно следующий? Спасибо. Вот как выглядит loss. Ну, по сути, то, что здесь я рассказал, что у нас есть это взвешенная сумма, альфа и бета в сумме дают единицу, где у нас есть какой-то loss, ну, скажем, кросс-энтерпия между hard labels и выходом студента и где у нас та же самая, может быть, кросс-энтерпия либо что угодно между выходом softmax с не нулевой температурой от учителя и студента. Вот. И можно следующий? Спасибо. И у него было три эксперимента, которые показывают всю эту идею, как она работает. Первый на Amnesty, который очень простой. Есть три модели. Учитель, плохой студент, хороший студент. Учитель — это два слоя с 1200 юнитов и он использует строгую дегализацию. Dropout, L2, быструю установку. И он делает всего 67 тестовых ошибок. Я здесь не привожу примеры, потому что, как бы, антевсионально меньше одного процента. Плохой студент, который, по сути, та же нейронная сеть, только там 800 юнитов вместо 1200 и не использует никакой регуляризации. И делает ошибок намного больше. И тот же самый сетап, никакой регуляризации, сеть слабенькая. Ну, насколько для места, там, понятное дело, что не сильно слабенькая. ошибок намного, ошибок намного, намного меньше. Очень игрушечный пример, который просто показывает, что, в принципе, сама по себе идея работает. Вот. Она еще пока не имеет никакой практической, практического смысла, но, как бы, это не глупость. Есть еще прикольный эксперимент с тем, что, когда мы учимся только, когда мы студенты учим только на семерках и восьмерках, и он показывает нам 47% тестовой ошибки на цифрах, которые он вообще в жизни никогда не видел. То есть, даже забирая знания от учителя только по семерке и восьмерке мы можем классифицировать другие числа. И еще интересный результат. Я не знаю, как Хинтон к этому пришел. Может быть, ему какую-то математику Рахманджану богиня во сне шепнула или еще что-то, но он поделил биос термы на 7,6. Ну, в 7,6 раз он поделил биосы для семерки и восьмерки, и ошибка упала с 47 до 13. То есть, я не знаю реально, как к этому прийти, но вот действительно, что вот такими манипуляциями можно учиться только на двух классах и классифицировать все остальные. Можно следующий. Теперь от игрушечного примера к более production-ready. Это вариант сети, которая была на Android девайсах для спич-рекогнишна в пятнадцатом году. То есть, тут простой сетап. 2000 часов английской речи, 700 миллионов тренировочных примеров. И у нас есть baseline. Это это MLP. Вот, у нас есть baseline, где мы учим, где мы получаем почти 59 accuracy и почти 11 процентов water rate. Мы учим ансамбль и потом дистиллируем его. То есть, по сути, baseline distillate single model это одна и та же модель, но из-за того, что мы задистиллировали ее и применили к ней knowledge distillation, ее тест-фрейм и оккурсия выросла и ее ошибка немножко упала. То есть, по сути, ничего не поменяв в самой модели, оставшись при тех же флопсах, при тех же памяти, мы намного-намного мы просто улучшили нашу оккурсию. Можно следующий. Дальше он рассказывает, что вот еще knowledge distillation работает хорошо как регуляризатор, когда у нас есть тот же baseline, мы тренируемся на всех данных, у нас те же числа, baseline мы тренируем на 3% данных, мы очень хорошо себя показываем на тренировочном сете, но понятное дело, что мы просто переобучаемся и падаем в тесте, и когда мы учимся на тех же 3% данных, но со знаниями из учителя, это очень-очень хорошо регуляризирует нас, и мы, по сути, получаем приблизительно те же цифры. Можно следующий. И последний пример это GFT датасет это закрытый гугловый датасет из 100 миллионов картинок с 15 тысячами классов. Какая здесь у них была проблема? У нас есть generalist model, которая учится в 15-м году, она у них училась 6 месяцев тогда. 6 месяцев на 15 тысяч классов, не очень хороший результат, мы хотим экспериментировать, мы хотим тренироваться быстрее. Давайте мы попробуем выделить какие-то области классов, например, интуиция тоже такая. Допустим, давайте одна модель будет классифицировать только породы собак, другая модель будет классифицировать только интерьеры и так далее. Как они выбрали эти классы? Он сказал, что могли бы запариваться, но на самом деле мы просто посчитали ковариацию ошибок в матрице, и потом камин запустили на них и сделали 60 под множество классов каких-то, на которые у нас будут классифицировать специалисты. И давайте учить это все вместе, когда у нас есть та же generalist model, которая очень-очень долго учится и специалист, который отвечает только за свои 300 каких-то классов, плюс один, который говорит ему все остальное, просто чтобы он не забывал. И чтобы вся эта система как-то работала вместе и все это не расходилось, он говорит, давайте еще дистиллировать из generalist model в специалиста, чтобы он тоже далеко не отходил и все это вместе работало. Вот. И тут правда на самом деле сложный inference получается, потому что мы получаем распределение из generalist, получаем не пустое пересечение с какими-то специалистами и, получается, просто минимизируемо это выражение по Q. И Q это наш ответ. Вот. Очень-очень сложный inference. И в итоге получился вот следующий результат, когда у нас есть baseline, когда мы учим 61 специалиста и он получается чуть-чуть лучше, чем просто generalist model одна. Вот. Тогда он сказал, что на самом деле было бы прикольно, они работали тем, чтобы задистиллировать знания специалиста назад. У generalist model иметь одну модель, но намного лучше. Вот. Это приблизительно описание того, что делал Hinton в своей статье. Сейчас эта технология на самом деле очень-очень активно используется, но, как правило, вместе с прунингом либо вместе с квантизацией стоит of the art в квантизированных сетях сейчас получен Intel, кстати, с помощью knowledge distillation и это часто используют в NLP, в разных областях. Мы конкретно это используем для того, чтобы у нас есть, например, один клиент, который занимается классификацией, ну, мы делаем ему сегментирование медицинских инструментов, у него 300 тысяч классов. Вот. И 300 тысяч классов в одну модель никогда не получится запихнуть, поэтому мы просто разбили их на какие-то модели. Ну, мы так в одну и не запихнули на самом деле, но мы просто очень сильно уменьшили количество моделей где-то в 10 раз, задистиллировав, допустим, если у нас есть 60 классов, 60 инструментов в одной модели, 60 инструментов в другой модели, намного эффективнее задистиллировать из них в одну модель, при этом обучаясь на всех этих инструментах, чем просто ее учить на всех 120. Это просто, скорее всего, сойдутся они к одному и тому же, но мы просто быстрее это получаем и экономим таким образом вычислительные ресурсы и все остальное. Вот. Можно следующий слайд. Теперь давайте перейдем к практической части. Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв на 5 минут, где вам нужно будет, я пересяду за компьютер, а вам нужно будет скачать репозиторий и установить requirements к себе, либо сбилдить докер, ну, то, как вы привыкли работать. И да, в течение этого перерыва я просто могу подойти к кому-то, помочь это настроить, если не получается или так далее. Вот. Все, спасибо. Это первая часть была теоретическая. Давайте теперь это все закодим. Да, вот так выглядит репозиторий. Вам нужно просто его скачать, ставить в любую директорию, какую вы хотите. И здесь есть инструкция, как... Здесь есть слайды, если вам... если вы хотите на какую-то ссылку зайти, либо посмотреть статью, про которую я говорил. И вот как его заставить. это заставить его через virtualenv, ну, просто чтобы глобально не ставить библиотеки. И то, как его заставить через докер, вам единственное, что нужно будет... ну, волюмы прокинуть просто, чтобы менять код. И прокинуть порт для того, чтобы смотреть тензерборду. Вот. Подойти ли кому-то помочь, это настроить и... Много людей ли еще настраивают это все? Да, давайте пять минут сделаем перерыв, когда все это настроят, и через пять минут я включу снова и начнем писать код. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует... 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 и все зафрижено, считаем флопсы и параметры. Ну и еще тут большие модели, поэтому давайте посчитаем гигафлопсы, то есть поделим на миллиард и параметры тоже посчитаем в терминах миллиона. Добавим это все в один большой лист и построим график. Ну график строится на самом деле очень-очень просто. Важна вот эта функция, которая делает профайл. С ней есть один хитрый момент. Это на самом деле просто готовая библиотека топ. И тут есть один важный момент, который нужно знать. Если вы хотите профайлить свой собственный лейер, которого нет в этой библиотеке, то вам нужно будет заимплементить custom ops, где вы передадите как словарь свой уровень и передадите функцию, которая считает на него опсы. Ну я думаю, скорее всего, если вы… Ну так оно выглядит. Скорее всего, если вы делаете свой собственный уровень, то как посчитать у него количество параметров, вы тоже знаете. Вот. То есть просто имейте это в виду, что… Ну он вам напишет, что вот это вот незарегистрированные лейеры, которые я не знаю, как посчитать. Вот. Ну давайте это запустим. Опять же. А, да, тут есть один момент. Если вы работаете через requirements, то вы можете сделать просто plot-lip show вместо save. Если вы работаете в докере и там не позаботились о том, чтобы у вас был скрин прокинут, я лично этого не написал в инструкции, как сделать, то сохраните картинку, потому что в докере оно у вас не отобразится. Так как я работаю через requirements, ну через virtualenv, то у меня может отобразиться этот график и просто запустим profile.net. Вот. Ему нужно немножко потупить. Да. Что важно еще сделать, это прописать python pass либо запускать просто через n. Ну вот я предпочитаю прописать python pass. Вот. Ему нужно немножко потупить, пока он это все запустит, потому что он как бы создает все модели. И на самом деле сначала хотел это сделать пример с классной библиотекой pretrained models, но там, ну вот, он запускает все это, регистрирует все уровни, считает для них флопсы, считает параметры. Вот приблизительно вот так вот такую, такой csv он делает в конце, модель, сколько у нее параметров и сколько она занимает ресурсов вычислительных. Выглядит это приблизительно вот так. То есть, ну мы видим, что разноэтоидно сноэто где-то в одной области, в EGG у нас далеко-далеко высоко. И вот, например, видно, что у EGG 19, да, 100, почти больше 140 миллионов параметров. И если вы смотрели на эту архитектуру, то там 130 миллионов из них это в первом full-connected слое, который на самом деле, причем эта архитектура не лучше, чем разнет. Разнет 152 здесь самый лучший. Вот. Ну и в зависимости от вашего тридоффа, какого количества флопсов вы можете себе позволить и сколько параметров у вас помещается на девайс, вы выбираете свою архитектуру. Ну желательно это автоматизировать. У нас, в принципе, в виде фреймворка, когда мы просто закидываем модели, у нас тоже достраивается эта точка, когда мы что-то уменьшаем. Если же интересное упражнение, это здесь добавить accuracy этих моделей. Ну, скорее всего, лучше просто не считать, лучше просто добавить еще одним элементом вот в этот массив, где у нас, в этот тюбл, где у нас хранятся все эти данные и построить этот график от accuracy точности и повторить, сделать этот маркер толстым настолько, насколько параметры в вашей модели. Вот. Вот, в принципе, как отрепродюсить тот график, который у нас есть. Это, конечно, только для компьютер-вижена, но для LSTM, для Nubay, я думаю, тоже несложно на самом деле посчитать, заимплеметить кастомные функции, которые бы вам посчитали, сколько в LSTM, флопсов и параметров. Вот. Конкретно сегодня мы будем работать с двумя моделями, так как мы на своих собственных компьютерах без GPU, мы будем работать не с том, чтобы у нас получилось это все запустить, и мы будем работать с двумя моделями. Первая из них — это студент, когда у нас просто Mutilial Perceptron на два уровня, по 100 нейронов в каждом. И учитель — точно такая же структура, только у нас уже по 300 нейронов. Вот. Давайте построим для них такой же график. По сути, здесь вы просто меняете, вызываете другую функцию, buildNistPlot, скоменчиваете ImageNet, и тут точно такая же структура нашей модели, которую мы хотим проэвалировать, и inputSize только другой, потому что картинки черно-белые, байтсайз тоже единица, и 28 на 28 размерность картинок. То есть так же считаем Giflux. Здесь, наверное, даже можно посчитать не Gigaflux, а Megaflux. Вот. И давайте запустим и посмотрим, что получилось в итоге. Вот. Ну, вот так оно выглядит на самом деле. Что у нас по количеству параметров они отличаются, и по… Здесь, конечно, Megaflux неправильно подписано, потому что я поменял. Они тоже сильно отличаются. То есть учитель намного-намного тяжелее и намного медленнее, чем студент. Вот. И сейчас мы перейдем к именно части Snowless Distillation, когда мы попробуем студента, который намного меньше и намного слабее, то есть учитель намного мощнее, привести привлечителя к такой же точности, как и сам учитель. Есть ли вопросы сейчас по этой части? Может быть, у кого-то не получилось это запустить? Или какого-либо другого рода вопросы? Какого-то не поставилось что-то? И так далее. Хорошо. Вот как, друзья, репродюсить результаты той статьи. Ну, плюс это можно решать. Хорошим, как я сказал, упражнением будет это добавить туда точность и бетчмаркать в зависимости от того, что вам нужно для вашего конкретного приложения. Как я сказал, если вы работаете в клауде, то, возможно, вам не так важно на количество параметров. Хорошо. Давайте перейдем к тому, что у нас снова же distillation получается. Есть один файл, который предлагаю запустить заранее. Это файл репродюс всего. Он, по сути, делает следующее. Он удаляет все, что мы сделали до этого. Он удаляет все логи, тендер борды. И он удаляет все притрэйн модели. И запустим эксперименты. Экспериментов у нас будет, самый главный файл у нас трэйн низ для этого. У нас есть... Каждый эксперимент задается своим конфигурацией. Мы будем тренировать учителя. Это мы берем ту сеть, у которой по 300 юнитов в уровне. Мы будем тренировать студента, где он намного-намного меньше. И мы будем тренировать... Им будем дистиллировать знания из учителя-студента двумя способами. То есть, когда мы еще используем hard labels, то есть, лейблы, которые нам пришли от самого места, и когда мы их не используем. То есть, мы будем здесь unlabeled, мы тренируемся только на данных, которые нам пришли от учителя. Я просто предлагаю это запустить, потому что в зависимости от вашего компьютера это может быть равняться от пару минут до 10 минут, просто чтобы оно все появилось. Это можно запускать в любом порядке. Единственное, что учителя нужно запустить раньше, потому что он сохранит файл учитель в формате портовческого модели, потому что дистилляцию вы без него не сделаете. Ну, потому что вы его тоже запускаете и из него достаете soft labels. Я пока запущу это, чтобы он у меня учился. Ну, вот он тут тратит время на то, чтобы скачать низ и все это заранее. Вот. Пока это все происходит. Есть ли у кого-то проблемы с тем, чтобы запустить этот скрипт? Может быть, никого-то не запустился или нет какой-то библиотеки или есть другого рода вопросы. Хорошо. Я думаю, что за 10 минут он отработает, и мы посмотрим на результаты, которые у нас получились. А пока давайте посмотрим, что мы конкретно запустили. Ну, самый главный скрипт, который мы запускали, он находится здесь, train-нист. И тут, в принципе, более-менее начало стандартное. Мы импортируем наши модели, мы импортируем объект, который у нас инкапсулирует логику обучения и логику дистилляции. Ну, и мы импортируем функцию, которую нам дает, на самом деле, нистовый датасет. Тут мы считываем конфиг, который мы там сдали. Достаем модель в зависимости от того, что мы хотим. Либо это студент, либо это учитель. Если это дистилляция, то это студент. То, что мы учим студентов всегда в дистилляции. Может быть, конечно, вы хотите там дистиллировать. Я даже знаю, у Intel была такая статья, где они дистиллировали из учителя в студент. И, наоборот, из ученика в учителя, но это не дало хорошего, на самом деле, результата. Мы сетапим сид. Ну, кто-то не знает, что это такое, зачем это нужно. Я, на всякий случай, напомню, для того, чтобы все эксперименты репродюсились всегда, так как алгоритм обучения рандомизированный, вы как-то сэмплируете рандомно, было бы прикольно, чтобы у вас репродюсилось, результаты были одинаковые, поэтому вы всегда ставите сид какой-то, чтобы он всегда был один. Это очень даже помогает в тестировании кода, когда у вас недетерминированный выход модели. Это тоже помогает ее протестить. Ну, и тут, на самом деле, стандартный код. Мы сочетали конфиг, напечатали его, как вот здесь написано, застапили сид, распаковали, достали девайс, но, скорее всего, здесь он у всех будет в CPU, потому что мало лаптопов сейчас в GPU. И тут происходит следующее. Мы получили наш минист, мы получили в виде пайторчевских даталоудеров, куда мы передали количество воркеров. Ну, это, на самом деле, кто знаком с этим, это, скорее всего, рутина. Кто не знаком, то количество воркеров, это сколько процессов бегут и вам обрабатывают картинки, а бачсайз — это сколько картинок вы хотите за одну итерацию обрабатывать. Вы не можете все 60 тысяч, скорее всего, можете на каких-то машинах, но конкретно на моем лэптопе, я думаю, вряд ли, или это будет работать простовечность. Вот, скорее всего, вы идете с каким-то бачсайзом, он у нас здесь, по-моему, из пустыта, он 32. То есть вы обрабатываете 32 картинки за один раз, за одну какую-то итерацию своего алгоритма. Вот, то есть вы получили эти лоудеры, объекты, которые вам могут давать бачами данные. Тут вы достаете модель, ну, как вот из этой функции, в зависимости от того, это студент либо учитель. Если это дистилляция, то это студент обязательно. И если вы дистиллируете, то вы обязательно достаете учителя и, конечно же, вы его загружаете из сохраненного ранения. Вот почему эксперимент с учителем должен быть прежде всего. Если же это не дистилляция, то учитель просто ставится на андре, он не обязательно. Дальше вы это все передаете в тренер, который декапсулирует себе всю эту логику, в которую мы сейчас пойдем дальше, и обучаете модели сохранять. Вот. Видите, как правило, у меня уже все сохранилось. И давайте посмотрим, что же мы вообще сохранили внутри. Ну, модели мы уже видели. Это обычные MLP-сети. Этиллс — это то, как мы получили данные. То есть скачали, распаковали и запаковали это все, обернули это все в стандартные пайторчевские классы, как даталоадер, который умеет вам параллельно это все выдавать в бетчат. Что самое интересное, это вот здесь вот мнистрейнер, который делает всю дистилляцию, и, собственно говоря, происходит обучение. Что здесь важно? Пока что можно не обращать внимания на дистилляцию лосс, потому что это, если мы сейчас просто поговорим о обучении, которые первые два конфига, когда мы просто учили студента и учили учителя, то что он делает? Он сам в себе сохраняет все атрибуты. Мы учимся с Адамом, ну, то есть просто чтобы не париться. И принятное дело, что можно научить нить с этой моделью намного-намного точнее, но мы здесь хотим показать, как работает knowledge distillation. Поэтому мы используем здесь Адам и используем сам реврайтер, который мы в TensorFlow пишем наши логи. Ну, и наше обучение, на самом деле, происходит стандартно по эпохам. Одна эпоха проход всего датасета. Мы тренируемся и валидируемся. Тренировка проход всего тренировочного датасета, валидация проход всего тестового. Происходит это следующим образом. Я опять же скрою здесь дистилляцию. То есть мы переводим модель в состояние train, получаем батч картинок и батч таргетов. Вот это hard таргет у нас. Переводим их на нужный девайс, говорим оптимизатору, что поставь градиент в нулю и прогоняем это через модель. Делаем forward pass. Мы получаем наши аутпуты. И потом, если это не дистилляция, а просто обучение, мы считаем, вот, как я сказал, кросс-энтропию, делаем шаг бакфорда и делаем шаг оптимизации. Вот. Это обычное обучение, которое, в принципе, совершенно стандартное. Ну и потом мы пишем тренинг, чтобы он у нас здесь был. Это стандартный алгоритм, как оно обучается. Если есть какие-то вопросы по этому, то вы можете задать их. Ну, в принципе, здесь все как туториал в hello world для места. И у нас, по сути, такая же валидационная функция. Она переводит модель в eval, чтобы выключить бачнормы и все остальные параметры. И нам уже здесь не нужны градиенты, поэтому мы говорим, что точно уград. И точно так же мы идем по объекту, объекту, который умеет нам давать картинки, умеет давать нам лейблы. Прогоняем их через модель и считаем loss, считаем prediction. То есть стандартный флом. И пишем их в TensorFlow. Вот. Теперь. И так у нас учились эти два конфига. Училась ministering student и ministering teacher. Вот. На эти параметры вы можете не обращать внимания, потому что здесь distillation поставлен false. В принципе, он никак ни на что не влияет. Теперь для дистилляции, если у нас distillation true, то что меняется, когда он true, здесь у нас происходит следующее. Дистилляция true, то мы достаем teacher output, который soft prediction из teacher. Мы делаем достаточно просто, чтобы градиенты для них не считались. И дальше мы считаем просто тоже loss, который у нас инкапсулирован в таком вот объекте distillation loss. Куда мы даем output ученика, куда мы даем hard prediction, которые нам вот сам датасет дает. то, что нам предсказал учитель. И, как я сказал, два гиперпараметра. Температура — это то, насколько мы хотим размазывать softmax. И alpha — это то… Alpha, на самом деле, такой параметр — это то, сколько веса мы даем hard label, которые пришли нам от датасета, и сколько веса мы даем soft label, которые нам пришли от учителя. Это такой способ комбинировать их. Если мы перейдем внутрь, то мы видим, что это отдельный объект, который выглядит следующим образом. На самом деле, по сути, ничего не инстанцирует. Он принимает все эти параметры, которые я только что описал. И что здесь происходит? Первое — мы считаем hard loss. Это кросс-энтерпия между скорами и label. То есть то же самое, что мы считали здесь. Вообще ничего не меняется. И это наш hard loss. То есть вот наша модель предсказала, нам пришли данные ground trues, мы посчитали hard loss. И в обычном обучении мы на этом заканчиваем, уменьшая ее. Что здесь дополнительно? Это soft loss. У нас есть предсказание от нашего ученика и предсказание от нашего учителя. То мы здесь считаем log soft mass. Ну, log для стабильности, на самом деле, просто. Он здесь не сильно влияет. Просто считайте, что soft max. Soft max с нашими скорами разделены на температуру, просто чтобы оно было размазанней. И soft max для учителя, чтобы оно тоже было размазанней. Вот. И после этого мы считаем kldivergency. Кстати, ошибка здесь должен был log soft mass тоже быть. Вот. И мы считаем kldivergency. Если кто-то не знает, что такое kldivergency, это такой специальный distance function, который вам показывает, насколько далеки либо близки распределения, вероятностные распределения. Вот. Очень хороший способ для того, чтобы померить, если у вас одно распределение, другое, вы хотите их приближать, то вы считаете, как правило, kldivergency между ними. Тут, по сути, то же самое. Мы хотим, ведь, чтобы у нас наше распределение ученика приблизилось к учителю. Вот. Мы и нормируем на температуру. И после этого мы здесь точно так же. У нас есть наш альфа, то, сколько мы хотим отдать soft loss, и единица минус альфа, то, сколько мы хотим отдать hard loss. Вот. И мы просто считаем сумму. То есть в unlabeled примере здесь, если мы поставим альфа единицу, то у нас просто вот этот терм, вот этот терм будет нулевой. И мы просто будем учиться только на лейблах из учителя. Вот. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось, потому что обучение закончилось. Что получилось, лучше посмотреть с помощью TensorFlow. Если кто-то не знает, что такое TensorFlow, это очень удобная тулза для того, чтобы смотреть логи обучение вашей нейронной сети. Она умеет очень много чего. Показывать графики в реал-тайме, текст, картинки. В общем, очень-очень много всего. Например, для ее часто используют для визуализации того, где ваша сеть хорошо работает, где плохо. И вот что у нас получилось. То есть давайте мы сначала посмотрим только на студента. Вот наш студент. И он как бы плохо научился на самом деле. Довольно низкая точность. Я думаю, его можно было научить намного лучше, но в таком сетапе он работает следующим образом. Вот наш учитель. Он работает намного лучше. Между ними очень-очень большой габ. Эти сети, обе можно было его научить намного лучше. Но мы сделаем так, чтобы просто посмотреть, работает ли knowledge distillation. И теперь давайте посмотрим вот на knowledge distillation, который мы, сетку, которую мы учили с помощью вот этого лоса. вместо только не кросс, которую мы добавляли не только кросс-энтрипи, но еще вот эту вот метрику, которая нам, расстояние между учителем и учеником в их распределении. Вот. Мы учили его с температурой 20 и альфа была довольно высока, то есть 0,9. То есть мы, скорее всего, больше, 90% мы смотрели на то, что нам учитель рассказывает. И если мы добавим это, то увидите, что она намного выше, чем студент, который учился только на своих собственных лейблах. Вот. Что здесь еще интересно? Если вы посмотрите на то, что мы здесь unlabeled и добавляли, если мы добавим их, то они приблизительно здесь точно так же. То есть в этом случае оно, конечно, видно, что оно не так быстро сошлось, как с помощью hard-лейблов, но тоже результат намного лучше, если мы просто вот в этом случае вот просто на данных, на soft-label научимся. Вот. Вот такой приблизительно здесь результат получается и показывает, что вот в таком игрушечном сетапе, если добавить еще один лосс, по сути, вот этот, у вас просто вы не теряете ничего, остается та же модель, занимает столько же места, занимает столько же ресурсов вычислительных, она становится немного лучше. И, по сути, здесь вы можете даже декапсулировать всю логику в этом distillation loss, даже учителя туда засунуть. То есть если у вас есть какая-то сложная, большая нейронная сеть, вы можете просто натренироваться, натренировать свою маленькую сеть с помощью нее и получить просто так boost в перформансе. Точно так же можно, например, если у вас нет куска датасета сделать, или, например, если вы хотите схитрить и подхачить свою модель за счет каких-то открытых сервисов, тоже довольно прикольно. Вот. Вот как это работает на практике приблизительно. Давайте я немного остановлюсь и спрошу, всем ли понятно, что мы сейчас сделали, и, может быть, стоит к какому-то месту вернуться, еще раз по нему пройтись или объяснить какой-то код. Вот. Есть ли у кого-то какие-то вопросы сейчас по коду или по тому, что мы делали? Тогда, если мы перейдем дальше, что делать дальше? Это можно выбирать T и альфа как гиперпараметры на валидационном сете, можно попробовать заменить на какой-то лучший датасет типа сифара или имиджнета и попробовать с более сложными моделями уже на самом деле эта штука работает намного лучше с конвенционными сетями. Мы конкретно такое делали с object detection и с сегментацией и даже просто развивали эту тему и уменьшали не только саму модель, но еще модель оставалась такая же, просто она больше класса могла классифицировать. То есть и сейчас, на самом деле, это очень-очень развитый фреймворк. Есть очень классный фреймворк Nirvana от Nirvana называется Distiller, где вы можете попробовать все то же самое. Мы его не использовали, потому что у нас свой какой-то фреймворк, и мы просто в него впилили это distillation, что намного было проще. Но следующим шагом тут можно подобрать T и альфа кросс-валидацией, действительно выбирают параметры, как действительно выбирают гиперпараметры, чтобы достичь еще лучшей точности и возможно уменьшить эту разницу между учителем и учеником еще больше. В самом деле это весь материал, который я хотел сегодня рассказать за такое время. Если какие-то ко мне вопросы, возможно по материалу, возможно по коду, если конкретной сейчас нет, вы можете подойти после, вы можете создать ищу в репозитории, либо вы можете написать мне на email. И эта презентация там тоже есть, ну и плюс да, мы ходим, если вы хотите, если вам интересно, у нас есть открытые позиции на бэкэнд, на фронтэнд, вы можете запланироваться и мы будем рады всем. Вот. Вот так. Спасибо большое. Спасибо, Кирилл. Есть еще вопросы? У нас есть вопросы. Я правильно понял, не обязательно же тренировать обе модели и большую, то есть может первая быть натренирована уже. Да, да. Она просто генерирует ответы и маленькая на этом тренируется. Да, да. В оригинальной постановке большая модель не тренируется. Она уже натренирована и она у вас где-то есть. Есть сетапы, где вы ее тоже тренируете и там их бетчмаркают, что лучше происходит, но на самом деле сильного бутса это не дает, она натренирована и вы ее не трогаете. Спасибо за доклад. Возможно, я где-то прослушала, пока смотрела эту статью, но такой вопрос. В каких еще сферах в принципе это можно использовать? То есть я, насколько я поняла по статье и в принципе по воркшопу, это наиболее часто используется в компьютер-вижене, но знаете ли вы возможно про какие-то адвансы, какое-то использование в других сферах? То есть как вы видите, в каких сферах это еще наиболее хорошо зайдет, где это можно имплементировать? Да. Спасибо за вопрос. Общий ответ такой, что в принципе это зайдет везде, где есть большие модели, которые нужно уменьшить. Например, это применяют, да, чаще всего это применяют в компьютер-вижене, потому что там самые тяжелые модели. Я видел, что димайн это в работах применяет в НЛП, они точно так же уменьшают свои модели, но скорее всего это тоже, когда мы говорим о нейронных сетях, и в аудио. То есть везде, где используют тяжелые нейронные сети, эту технологию применяют. Есть еще очень это применение, есть еще очень прикольное применение, что вот по сути, ну это не совсем прямое применение этого, когда делают architecture search и для того, чтобы сделать его эффективным, когда вот вышла статья нас, где они сделали там, сделали новую архитектуру, которую придумал сам реинфорсмент, сама нейронка реинфорсмент лернинг алгоритмом, но это стоило там очень-очень много вычисленных ресурсов, они сделали ENOS, effective neural architecture search, и они там использовали knowledge distillation для того, чтобы ускорить это как раз. То есть такие, по сути, такие смежные применения к этому тоже есть. Но в основном, в основном, да, в основном, это, к сожалению, computer vision, и когда у вас есть огромная сеть, вам нужно ее уменьшить. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Продолжение следует...